ДИМУРИЯ ПАЛИКОВ Знаешь ли ты, сколько их здесь? Сзади не обойдешь. Этот памятник, например, первый раз вижу, он как-то здесь скрывается в кустах. Все время в отпуск, когда улетаешь, бежишь с чемоданами и ничего вокруг не видишь. А вот увидел, решил провести свободное время. Вот эта композиция, кстати, называется «Ханты на привале». Они, скорее всего, кослали. Ты знаешь значение слова «кослать»? Кослать – это кочевать по-хантыйски, кочевать с оленями. Так вот, видимо, они кочевали, кочевали, да здесь так вот на постоянной основе и остались. У аэропорта остановились. Ну хорошо, ты мне покажешь, какие памятники есть. Я приглашаю тебя с собой в прогулку, если, коль, у тебя время сейчас есть. Пойдем, время есть. Монумент «Семья Ханта на привале» считается одним из самых узнаваемых в Ханты-Мансийске. Его можно увидеть на открытках и сувенирных магнитах. Скульптурная композиция – это подарок окружного правительства городу в честь Дня образования Югры. Автор – московский художник Андрей Ковальчук. Установлен в 2007 году. Памятник основателям Ханты-Мансийска – монумент, что находится в районе площади Свободы, у входа в храмовый комплекс Покрова Пресвятой Богородицы. Торжественно открыли 16-метровую махину в 2010 году. Памятник посвятили людям, которые населяли сибирские земли издревлеем и тем, кто занимался освоением необъятных северных просторов. Во многих источниках указано в современных, в историографии, что Ермак – это, по сути дела, собирательный образ. Ну, в общем-то, как... Ну, есть такая версия, да. Памятник, да. Как Козьма Прутков – это несколько было пишущих человек, а Ермак – это как бы несколько ищущих человек. Ищущих. Но все-таки шикарный памятник. Ну, мне нравится. Он в таком выполнен, в монументальном исполнении. А почему, как ты думаешь, почему он именно около храма этого становится? Ну, храм, хоть он, конечно, и новодел, но все-таки... Ну, раньше здесь стоял такой же. Ну, символ прихода православия, наверное, на эти земли. Ну, видимо, да. Монументально. В скульптурной композиции – образы князя Самара и воеводы Ивана Мансурова. Эдакое воплощение посланников российского государства и предводителей коренных народностей Сибири. Над проектом работал известный местный скульптор Виктор Масиелев. Мессершмитт Даниил Готлиб – человек и самолет. Ты меня привел в такое место. Вот этот памятный знак, он открывает точную перед нами историю. Историю точных исследований этого края. Вот смотри, вот здесь товарищ Мессершмитт и товарищ еще Миллер, да, перед нами. Я тебе просто сейчас скажу одну вещь, о которой я сейчас вот пришла мне на ум. Говорят, что история сибирских немцев, некоторые считают, начинается именно с сосланных сюда в годы Великой Отечественной войны. Немцев, да, который считался неблагонадежный, так сказать, контингент. Но они тут-то были. Но, оказывается, то немцы сюда еще пришли в веке 18-м. И что, они в таких вот францовских костюмах? Мессершмитт, например, это вообще основоположник сибирской археологии. А вот Миллер Герард Фридрих, он исследователь Сибири, картограф, путешественник Березово, Каменогорск, Нерчинк, Якутск. Вообще прошел просто-напросто всю Сибирь, Западную и Восточную. Я правильно понимаю, что это были люди, ученые, которых нанял Петр I в свое время для того, чтобы они исследовали? Да, начиная с времен еще Петровских и заканчивая там уже Екатерининскими и прочими. Правильно, потому что их, собственно говоря, не Пруссия. Там и Екатерина II, Елизавета и так далее. Конечно, они считаются уже русскими исследователями, хоть и происхождение немецкого. Помимо Готлеба и Мессершмитта, на этой величественной стеле установлены фигуры русского гидрографа, военного моряка Дмитрия Овцина и Витуса нашего Беринга. Человек-пролив на службе императора Петра I. Монумент установили в 2010 году. Автор Володя Сарксян. А вот еще одна скульптура, что располагается на площади речного вокзала на набережной Ртыша. Зовут ее Ассоль. Так говорят. Я просто любитель таких вещей. Мне на ум сразу приходит песенка. Девушка в красивом платье белом, вся трясет своим замерзшим телом. Вот так. Это уже не памятник, это памятный знак. Она соль провожающая. Провожающая, а может быть, ты знаешь, ну да, скорее всего, она машет стойплаточком своим провожает. Провожает метеоры, провожает линды, которые здесь ходят постоянно. Провожает метеоры со всеми... Да, как правда, да. Смотри, какая у нее пятка натертая. Либо это, наверное, на счастье и другое. Может быть, да, пошикотать. Бронзовая скульптура стоит здесь с 2005 года. Автора у нее нет, так как работал над девицей целый коллектив. Член общества изучения Сибири и Русского географического общества. Краевед, учредивший на личные сбережения Тобольскую гимназию. Хрисанф Мефодич. Хрисанф Мефодич Лопарев. Урожение села Самарова. Местный. Бестный. Местный, да. Да. Первый стипендиат Тобольской гимназии из бедных христианских детей. Вот. Человек-ученый. Это тот самый случай, когда ученый выходец из христианской семьи. Бутует мнение, что христианские семьи это вот были такая вот... А, Саха. Саха, которая никуда, собственно, дальше... Саха-Якутия. Саха-Якутия. Да. Выше Сахи никуда человек подняться, собственно, и не мог. Нет, мог. Слушай, он сидит. Давай сядем чаю выпьем. Согласен. Расположен памятник в сквере на пересечении улиц Гагариной Свободы. Работа выполнена Андреем Ковальчуком, а установлена в 2010 году. Югра в двух рюкзаках. Можно я присоседюсь к твоей славе? Конечно, и к чаю. Обязательно присоседимся еще и к чаю, Димуре. У нас сегодняшней программы чай на травах. Чай на травах. Пожалуйста, угощайся. Ваше здоровье, Хрисанцев Мефодиевич. А мы идем дальше и попадаем на аллею духов. Богиня Калтач, богиня Калтач. Напеваешь песни местных? Местные, да. Слушай, ну по сравнению с археопартом здесь, конечно, совсем другое дело. Светло. Вот посмотри, Вороний праздник. Аллея, посвященная мифическим существам, мифам. Это нечто такое тотемное. Вороний праздник здесь. Фигуры даже немного пугающие. Ну, есть что-то такое. А тотемы они вообще такие вот, знаешь, они, да, есть в них нечто такое мистическое и так далее. Вороний праздник символизирует приход весны, который никак не торопится прийти. Да. Пойдем дальше. Смотрите, какое необычное решение, как фонари сделаны. Такое впечатление, что мертвые с косами вдоль дорог стоят. Монументально-декоративные скульптуры. Всего семь композиций, что отображают мифологию обско-угорских народов. Дух воды. Так. Я так понимаю, тут вся аллея такая. Вот посмотри с подсветкой, как они хорошо придумали. Ну да, здорово. Все так. Игра теней. Каждая скульптура высотой почти 4 метра и шириной метр с небольшим напоминает дерево, выросшее из земли. На верхушке изображение различных богов и духов со своим окружением. Смотри, Сергей, как все здесь продумано. Доступная среда соблюдена? Соблюдена. Люди с ограниченными возможностями могут посетить это. Да вообще здесь гулять приятно. Я так понимаю, что по кантамасистику ночью прогуляться гораздо романее. Мистичнее и мистичнее. Вот эти вот березки летом. Дух леса. Когда дух леса. Композиция выполнена из бронзы и керамогранита. Аллея эта появилась в 2010 году благодаря скульптору Володе Сарксяну. А вот это вот Димури. Мир Сусныхум. За миром смотрящий. Да, он сам. Это сын Торума, который объезжает землю на своем коне вороном. И сообщает. Ну, может, куланом. Откуда-то знали. Может быть, здесь он вроде как вороной. Ну, не суть важна. Он смотрит, какие у людей есть проблемы и сообщает о них своему папке Торуму. Пожалуйста, Мир Сусныхум, передай Торуму, что у нас у второго оператора села батарейка. Может быть, она вновь заработает. Пойдем? Пойдем. Вот она, золотая богиня. Я так понимаю, это логическое завершение нашей прогулки по мифологической олимпи. Правильно? Да. Я так понимаю, что это у нее солнце. Ну, да. Она держит солнце, да, в своих руках. Словно на архе играет. Хранительница города и покровительница талантов. О! Вот. Случайно она стоит напротив КТЦ? Да. То есть каждый уважающий себя талант должен подойти и поклониться этой женщине. И ударить в золотой бубен. Девица с золотым бубном проживает в парке Бориса Лосева с 2014 года. Изготовлена скульптура из бронзы в Калуге. Три малых фонтана круглой формы, украшенных изображением рыб, обитающих в Обь-Иртышском бассейне. Часть комплекса. Фонтан так и называется. Обь и Иртыш. Парк Лосева славится своими фонтанами. Ты посмотри их сколько. Раз, два, три. И четвертый, самый главный, основной, куда мы сейчас с тобой и прогуляемся. Они, как в той песне, немного подвысохли, но лето еще не началось, поэтому... В центре фонтана 16-метровая гранитная скала. По краям скульптуры представители животного мира Югры. На вершине фигуры чаек, а у подножия медведь, волк, лось, олень, рысь, кабан, стерхи и филин. Вся эта красота находится здесь с 2008 года. Посмотри, Димури, какие красивые здесь строки. Там, где Иртыш с седой собью венчается, за вековой горой, град возвышается. Это именно про Ханты-Мансийск. За вековой горой, что, где, когда начинается. И сова. Мудрости, символ мудрости. В данном случае все трут ее клюв. Возле концертно-театрального комплекса можно встретить солнце русской поэзии вместе с супругой. Как там у Пушкина в деревне нашей видеть вас? Ну, Ханты-Мансийск, конечно, небольшой город, но все-таки он уже давно не деревня. Да, вырос он из этих штанишек. Вынужден на фоне Пушкина расстаться с вами. Был очень рад вас видеть. Я улетаю. Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Спасибо за прогулку. Я так и не понял, какое отношение Александр Сергеевич Пушкин имеет к городу Ханты-Мансийску. Может быть, в следующий раз вы мне, коллега, это поверите. Мы обязательно с вами еще совершим прогулку. Чуть более в теплое время года. Ой, да. Да, потому что памятников здесь еще такое огромное количество. Даже Пушкину в Ханты-Мансийске памятник. Мы, наверное, даже половины с вами не обошли. Я не сдержал свое обещание, к сожалению, сегодня. Но мы наверстаем упущенное. Спасибо. Пока. Александр Сергеевич и Наталья Гончарова здесь с 2007 года. Скульптура – это подарок горожанам на 425-летие Ханты-Мансийска. В руках у поэта рукописи, а супруга смущенно сидит и слушает новые главы из «Капитанской дочки». Как говорится, книга – лучший подарок. А в случае с Александром Сергеевичем – целое собрание сочинений. Итак, друзья, прогулка «Ивпрямь» получилась очень интересная и познавательная. Но сейчас уже глубокая ночь, и мне пора идти отдыхать. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч на телеканале Югра.